окей всем привет всем кто присоединился сейчас всем кто будет смотреть записи мы начинаем разбор новой статьи права ханан пара так раз делу ниш патент называется наказание вора не очевидно совершенно наказание она разбирается почему она как бы неочевидно хорошо я поднимаю разбирать статья на как мне кажется очень интересно ну хорошо да палочку обычно взял хорошо от меня тимофей 1 да все может читать давай попробуем он шо шель ганат наказание вора по процент парашат мишпатим рецофе рецофа она рецофа да рецофа аллахот нуга от но касающиеся а ну год да и сур и я бегу фо ур хошо шаль голод и не зулат 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 очень распространенное дословно выложено выстелено но по-русски наверно полна хотя здесь не написано полна но рецофа это полно например рецоф это последовательность вообще говоря говорят например последовательность событий вот то что сегодня было в течение дня в израиле называется рецоф и руим это то что говорят в новостях рецофа но это не полна в переводе как бы тут нет на виде слова полна мля а рецофа в смысле она но вот последовательно выложена последовательность событий вот в том случае не события а аллахот да да полна законами аллахот то бишь касающихся запрета правильно нанесения ущерба замечаю телу и имуществу ну да телесных и и как это не материальных а как это было телесных и имущественных ну да имущественных вот это вот слово вот это вот слово где я эти правильно что на период по-русски одним словом не перевести потому что левго это всегда 30 ранить и это что это это по-русски наносить ущерб на самом деле два слова а на иврите это бгия и это всегда например если ракета попадает не дай бог это бгия тетиль это всегда бгия бгия это всегда плохо окей так бэрош и сурэй а мамон да ницав и сургезель правильно значит во главе запретов вот этих имущества да стоит запрет воровства ну да вот сейчас будет разбираться там есть два определения будут разбираться гага гэзель и гнева ну как бы оттенки сейчас будут разбираться хотя и на иврите это разные слова но тоже не очень понятно сейчас будут комментарии на эту тему а по-русски как бы но это все как бы воровство но видимо где-то это больше бандитизм а где-то это больше воровство типа но вот я не знаю карманные кражи скажем да ну это грабеж еще раз гэзель может быть это грабеж грабеж да ты правильно говоришь грабеж да гэзель это больше грабеж хотя в современном иврите я бы не сказал что гэзель это грабеж а например когда сказано что ущерб каких-нибудь прав и рабочих например или там работников называется ник зылу с хую тэгэм то есть лик золь это вот но вот здесь ты правильно говори сейчас то дальше будет окей читаем дальше клуба да читаем так амру в прошедшее время не может быть о поэтому и уже говорили мудрецы маша лекуфа шаги млеа он нот а вон 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 нот ми мектарек так значит пример как бы образ или ну не пародия по-русски это всегда как бы смехотворно иллюстрация аллюзия как угодно с купой ну в смысле с коробкой какой-то да как бы коробка как угодно коробкой которая шим ли млеа а вон нот которая полна грехами которая полна грехов да мими катрек бекула кто обвиняет ну а кто является как бы главным в данном случае кто главный обвиняющий да кто главный обвинитель в смысле все грехи они являются как бы обвинителем правильно они все обвиняют человека что вот что сделал плохо а кто из них самый главный обвинитель ответ гэзель грабеж да то есть вот гэзель это самое плохое да дальше так ну да вот первая трудность кушья да да но вопрос но несмотря на то что элаши аль абв умрад но несмотря на то что ну существенность или неважность а как это умрад устражение что ли тяжесть да тяжесть строгости тяжесть да правильно тяжести да правильно тяжести этого запрета запрета это не газлан не грабитель да эн газлан не два так от вора не требуется то есть ему не присуждается от него не требуется или от них к нему не присуждается дословно что сделать вернуть 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 так эла эла вернуть только что украденное награбленное украденное ну мы знаем что как бы есть наказание такие же человек что-то украдет да то может быть что он возвращает только то что он украл да так украл овцу возвращает опцию украл сто шекина пять сто шекина а бывает наказание как бы с ревитом украл овцу возвращает пять так вот здесь здесь как бы задается вопрос что вообще странно про как бы вот этот овон грех взяла ребят не спойте сейчас все будет что что да 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 я просто объясняю как ставится вопрос что-то странно в этих двух предложениях как бы кушья что несмотря на то что он поставлен во главу но почему-то от него требуется возвратить только то что он украл я не отдашь спойлер не делаю но вот это как бы вопрос почему если он такой крутой грех если он такой наказание должно быть гораздо более существенное а да ответ по словам рамбома в предисловии к заповедям грабежа к законам грабежа правильный фобедник и взяла правильный шим газаль да хаяв лев зир да шинэмар вэй шиф это гзела это шин газаль ну да то есть один к одному то что газаль должен вернуть но не более того и вот это вот странно да да если награбил мы должны как-то на него найти ответ да в общем если награбил обязан вернуть то что он на ашер газаль то что он украл да окей и награбил награбил вот как как саша правильно сказала ну и уже как бы забегая вперед то по-видимому да он должен вернуть то что он награбил но не больше и это странно дальше паршатэйну паршатэйну лев мазот ина мит яхэсэ мит яхэсэ мит яхэсэ бэ мэсэрин мэй шарин напрямую бэ мэй шарин да лоншо шэль газлан давай переведем паршатэйну ну как бы наша голова правильно да наша голова лев мазот но напротив этого леумат это все напротив да паршатэйну лев мазот а вот наша голова как бы напротив с другой стороны да ина мит яхэсэ не связывает не соотносится я бы сказал напрямую да напрямую не соотносится наказание с наказание у газлана ну грабители либо вора мы еще не очень понимаем как это точно понять но по-видимому ближе к грабителям да да ахаяф да шалэм это это кэрон это кэрон ну да вот это вот кэрон хаяф шалэм это кэрон то есть он должен правильно что сделает ну заплатить смотри по-русски если не вдаваться как бы в аллахот и в терминологию то по-русски самый простой период обязан возвратить награбленное и все но вот кэрон кэрон вы знаете да всегда есть все что связано с деньгами или с оборотами денег там два основных понятия есть кэрон кэрон это основной фонд то есть это с чего все начинается да вот ты приходишь в банк и вкладываешь деньги там не знаю 10 тысяч шекелей вот это кэрон а с этим начинается потом игра у тебя там ребит нарастает да или еще что-то или еще что-то окей то есть так человек взял сумму например какую-то в долг он взял это кэрон а потом на него начинает все нарастать поэтому кэрон кэрон это всегда и не вдаваясь дальше отсюда вот эти вот названия вообще кэрон кэрон кроме всего прочего это наивидение это фонд отсюда кэрон каемет отсюда какая называется кэрон это все называется кэрон то есть это вот основное вложение окей дальше вот это интересно вот это начинается закрутка но то есть она не занимается не занимается вопросами этого газлана а только говорит что он должен вернуть кэрон но но выбирает но выбирает сосредоточиться правильно на его наказании нет на наказании ганава на наказании вот этого второго ганава видишь кавычки с полу юмором ну да потому что он как бы ганава это вообще вид сорт ген и так дальше то есть он вообще принадлежит к семействе к семейству грабежников воровских или там воров как угодно семейства газланин он все к этим мафиозам относится вообще он относится ко всей вот этих разновидностей вот этих вот воров грабителей и так дальше вы вы хурцат от хурецит от дино да дошло мэй дошло мэй кафаль кефель ооо это ключевое слово здесь был керен а здесь уже кефель керен это то что награбил кефель это двойная сумма дальше вот после запятой то что ты дальше да вы их гурецит дино что такое лохроцит дино приговор суд да приговор суд что что да но это даже больше лохроц это означает окончательно решить например это такое резкое слово например когда говорят про что-то что определило его судьбу вот в принципе где-то это определяет его наказание лохроц это называет что они решили его судьбу например вот то что он сделал это харац от горало да не знаю почему такое слово смотрите хорецы по-моему это связано с какими-то косточками которые винограды почему это именно так называется да но вот лохроц это даже не просто лохлид например решить да или литбо а вот лохроц это просто означательно а вот просто постановить у него решить его как бы окончательно решить его наказание и это наказание какое это дино как как литош ломей кефель заплатили двойне что ли о вот это важно почему а почему кефель вот это вопрос почему там-то кэрона здесь кефель и как написано им имаце аганав и шалем шнаем о, нике на шнаем, то есть, грубо говоря украл козу, да, при воде отдавать лет, почему ну да, если найден вор ну да, заплатят вдвойне заплатят вдвойне почему, непонятно совершенно непонятно так, ну я дочитаю, наверное да, давай дочитай, да, да нет проблем так, значит, разница между наказанием грабителя, который обязан вернуть фунт да, правильно и с вором, который должен не платить парень, не к нас, не к нас это вообще приходит, что ли современную верить это оштрафово ну что штраф к нас это просто это штраф это вот то, что все очень не любят получать к нас например, заехал вот я только что заехал там на полосу для общественного транспорта получил к нас 500 шекелей вот это вот называется к нас или там человек поставил машину не туда это называется к нас и вот это вот не к нас не к нас это не фаль он, грубо говоря, оштрафован в современном виде он, грубо говоря, оштрафован как бы кифлай ну, в войне в войне, да Михаев Михаев утнул берош отану Михаев отану Михаев отану берош в решуна ну, в решуна такое словосочетание да лягзир это эвдель бейней вот именно Михаев отану что значит Михаев отану обязанных, что ли обязывает, да есть два антонима есть Михаев мизаке 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 это как бы оправдывает а Михаев это всегда то, что человек по-русски называется обязывает в данном случае это просто прямой перевод как точно так же говорится по-русски обязывает нас в решуна первонаперво первую очередь или первонаперво как угодно определить разницу между ними вот именно почему так почему один так а другой так непонятно да и дальше ваках кува куве это он куве арамбам да бетхилат аллахот илхот гнева это всегда путают потому что как бы аллахот правильно пишется точно так же но если это не смехот то правильно будет аллахот а если это смехот потому что здесь то это после него стоит гнева да два существительных вместе соединяются будет илхот гнева дальше как пишет рамбам так как пишет рамбам вначале утренход гнева и зэ гу ганав да кто он это такое в общем не знаю плохое слово старомодное да и зэ сейчас так не говорят но вообще перевод такой а кто же это ганав кто он такой этот ганав да зэ а лукех мамонадам бесетер вэйм а баалим юдгим замечательно да знаешь это кто такой какое время ганав это тот кто берет имущество человека присваивает тайно бесетер оба тут ключевое слово бесетер он втихаря его берет да тайно и нет ну мужей кто знает никто не знает баалим в смысле хозяева не знают они не знают ничего ну грубо говоря карманник или там кража какая-то то есть они его не видели они не знают они просто поняли что у них украли все человек пришел машины нет кто украл непонятно дальше кегон кегон пошет ядо литов из хабро в лаках мэ 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 переведи кэ гон как ну например да кэгон например да а пушет протягивающий протягивающий ну да словом протягивающий руку куда руку внутрь кармана в карман ближнего друга своего из карманов да да и берущий от него и и хозяин не видит. Да, меотав здесь, это от слова меот. Меот? По-моему, странно. Меот – это мотбеот. Меот, по-моему, это от слова мотбеот. То есть, монетки. Монеты, да. Берущие монеты, да, берущие деньги, монеты. Вейнаба алимруй. И как бы хозяева этих денег или хозяева этого кармана, они его не видят. Окей? Вейн, коль, кэ, ю, ц, бэ, зэ. Да. И все, что там как бы находится. Нет, и всякие подобные этом. Ну, то есть, не обязательно в карман. А любой, любой, кто берет, присваивает себе чужое имущество, когда хозяева не знают, кто это взял. Окей? А вали маках бэгалуй? Ого! У бэфра... Паррэсия. Паррэсия – это знаменитое слово. Это означает как бы публично в присутствии людей. То есть, люди это видят. У бэхозэк яд. У бэхозэк яд, да. Силы руки. Ну, то есть, грабеж натуральный. Энзэ ганав эле газлан. О, вот это то, что сказала Саша. Да. А вали маках бэгалуй, бэфраэсия, бэхозэк яд, энзэ ганат эле газлан. Да, ну, если он взял в открытую... В открытую, да. В открытую, значит, его как бы все видели. Ну, не все, но Асяныч его видит. Валим его видели. Приставил пистолет или там нож и сказал, все, кошелек или жизнь. Вот это газлан. У бэхозэк яд. То есть, они не могут сопротивляться. Он что-то такое, это самое, меаем, он им угрожает. Они медкаплин, то что называют, складываются. Они перед ним пасуют и говорят, да, вот, бери кошелек, ничего сделать не можем. Все это сильнее нас. Энзэ ганат эле газлан. Это не ворота грабителя. А, вот теперь мы поняли разницу. Мы еще не поняли, почему они наказываются по-разному. Правильно? Газлан кэрон, а ганат кэрон. Хотя, казалось бы, по-прямому, это должно быть наоборот. То есть, вооруженный грабеж или вообще грабеж. Это же написано бы хорда к яду. То есть, он должен как-то, не просто пришел там геркулес какой-то. Он обычно как бы вооружен чем-то. По идее, это, ну, во всяком случае, я не знаю, в современном законодательстве, наверное, это более крутое. Карманник наказывается меньше, чем человек, который какой-то там вооруженный грабеж. Но вот по законам ТОРа, мы видим, что получается наоборот. И это большой вопрос. На него как-то надо ответить. А почему это так? Дальше. Маништана. Так, я передаю. Да-да-да. Вот я красный. Маништана. Так, Маништана, Ганав, Мегазлан. Ну, чем отличается вор от грабителя? Ну да, и вот это Маништана, это зачинное спец. Это паскор, паскорная гада. Да, паскорная гада. Вопросы, четыре вопроса. Да-да-да-да. Так. Значит, ну, однако, что... Секундочку. Можешь читать. Меня, по-моему, кричат. Зовут сейчас. Одну секунду я там покупаю. Хорошо, потом подождем. Не так, мало? Не будем. У нас сегодня просто тут всякие гнуки. Так, ну, хорошо, неважно. Я с вами, да. Все нормально. Так. Элэшадавка Леор Агдаразу Медвакэш Ташейла. Ну, однако, что особенно, чтобы специально, что особенно осветить это определение, требует, ну, как ставится вопрос или... Элэшадавка Леора Агдаразу Медвакэш Ташейла, да. Но именно в свете вот этого определения. В свете этого определения ставится вопрос. Ну, напрашивается вопрос. Спрашивается вопрос. Мадуа ништана диношельганаф лераа. Лераа, да. Почему разница приговора или отличие приговора вора более злой. Мадуа ништана дино. Почему дословно изменяется? Изменяется. Почему более тяжелое наказание Газлана? Не слитлинга, именно Ганат. Именно Ганат. В Лукеях, Багалуй выхозок яд. Разве не подобает утяжелиться наказания грабителю, который действует азуд мэцах как нахально, наглым образом, наглым, дерзко, нагло, нагло, берет открыто и еще с помощью насилия. но это азуд мэцах. Азуд мэцах это тоже такое выражение. Наглое на, как азуд пани. То есть наглое, наглое. Есть азуд на мане, а азуд мэцах практически то же самое, да. А оз вообще это мужество. Но в свое время оз это мужество. Ну азуд мэцах это наглость. Азуд мэцах это наглость. Это что-то близкое к хуцпе, только хуцпа может быть как-то выражается в словах и все просто. Азуд мэцах это больше шлав как бы это еще сильнее, да. Велокеет Бегалуй и Бехозах Яд. Как ты правильно сказала, когда-то берет Бегалуй. Открыто и как бы насилие. Правильно. Какой антоним слова Галуй? У нас он был здесь. Мусетер, Мусетер. Да, правильно. Есть Бегалуй, есть Бесетер. Бесетер это втихаря, а Бегалуй это в открытую. Хозах Яд это вот, да, это знаменитое вратение. Сильная рука, опять же пасхальная Гададис как бы перекликается с этим Бехоза Киату, Ценному Мисраем и так дальше. Окей. Так. Лошелазу не дрешит Агмара бемасехет Кама. Да. Так. И на этот вопрос этот вопрос как бы спрашивает и требует ставит Гамара в трактате Кама. Да, Баба Кама. Так, ну, Банадам касается то, что ущербов касается. Шаалу Тельмедав это Рабан Йоханан Бензакай. Правильно. И спросили ученики Рабана Йоханана Бензакай Мипней Ма Эхмира Тора Беганав тан%. Чому Тора более устрожает бону гана Беганав Стакай Grove усиливать, утягощать и так дальше. Вот тут дальше пошел какой-то сложный текст. Я его сегодня читала. Попробуем что-нибудь понять. Так. Амалаем зе агазла ашве квот эмит лэквот кано. Отвечает им этот самый грабитель. Он как бы приравнивает приравнивает замечательно. Приравнивает честь раба к чести его хозяина, его купившего его. Я думаю, что здесь кано, кано. Ко мне с виду, что человека с Богом сравнивают. С того я помню, речь идет про Всевышнего. Всевышний, да. Человек и Всевышний. То есть он на самом деле, он ашве, то есть он приравнивает ну как бы уважение к человеку, лечит человека к уважению Всевышнего. Там будет дальше. Понятно, о чем идет речь. Да, да, да. Везе аганав ло ашве вот эвет лэхвот кано. Правильно. Аганав не не сравнивает, не приравнивает честь. Ну да, они одинаковые. Человека чести хозяина в смысле раба, чести хозяина Всевышнего. Кивьяхоль аса эншель мате Эншель мата Эншель мата ну вот, значит Кивьяхоль как бы, как будто действует я думаю, что типа опускает глаза опускает вот так опускает глаза вниз то есть мата это вниз имеет он же в тихо делает самое главное, чтобы хозяева не видели а Всевышнего считает ну и как я понимаю ну и как я понимаю он считает, что Всевышний он не видит но он считает Всевышнего как бы слепой он считает, что как он этих обманул потому что они не видели. Он читает, ну и Всевышний, он приравнивает его к этим, что они его тоже не видят. Саини-город арамейское выражение, я посмотрела, как слепое. Ну да, он считает, что Всевышний, в кавычках, он как бы слепой. Он не видит, как эти не видит, так он не видит. Все. Вэ улай, эншель, мало, и вот ва улай, даже если что-то того, глаза, глаза Всевышнего или Высшего, ацухэ, колпэ и матэ. Ацухэ, колпэ и матэ, но мы же как бы понимаем, что глаз на верху, он видит все, что Всевышний, ва наблюдает за низшим, по отношению к низу. Да, да, да. Наблюдает за низшим. Каилу, ина, 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 глаз она, ина, руа. Ина, руа, как бы, как бы, как бы видящий. Как будто она не видит, то есть глаз, как будто его глаз не видит, да. Как будто не видящий. Вэ озан шель ма те, Каилу, ина, шомеа. А глаз и уха, и уха низшего, как бы, не слышит. Не слышит, да. Да, Каилу, ина, 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 ина. Ну, это природал технике. Он как бы поставил всемишно на одну доску с человеком. Так, и вот здесь перу шаши. Это более понятно. Ну да, более понятно. Газлан, ашуэ, 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 квот эфет, ло ира, мибне адам, кедерих, шело ира, макудож бараху. Вот все понятно. Газлан, значит, он объясняет, что значит, рабитель приравнивает честь раба. Он не боится как человека, так же, как не боится и Бога. Да. А валь гана фло, ашуэ, эвит, лэкано, эла, кивут, аэвит, кибет. Кивет, эвит, йотер, микано. А значит, однако... Ну, как бы предпочитает, предпочел этого раба. Не приравнивает раба к господину, но предпочитает раба более, чем его хозяин. Он скрывает, пытается втихоряк, чтобы эти не видели, а от Всевышнего ему все равно. А Газлана говорит, мне все равно, пускай и тот видит, и этот видит. Шигу, ира, ира. Да, ира, правильно. Ира, мибне адам, вэми аэн, шельма мауэ, лониза, да, правильно. А значит, он не боится человека, а от глаз, на глаз, от глаз Всевышнего он не остерегается. Боится человека. Да, он боится человека. Боится человека, а глаза Всевышнего ему не важно. Ну, а тот, здесь не говорится о том, что Газлана, да, боится. Он бы не грабил. Но он хотя бы к нему относится одинаково и к тому, и к другому. А этот явно выделяет. Ему важно только, чтобы стихаря было сделано. То есть, тот прохо Хуцпан. Ему не важный человек и Бог ему не важен. А этот говорит, мне как бы более важно, естественно, чтобы люди не видели. Это самое главное. А Бог, он и так ничего не увидит. как бы такой расклад по-либоему, да? Так, хорошо. Амарша, дыхи души, агадот, мосиф, хереа, нефла. Гэара, да, мосиф, гэара, замечательно. Хереа, нефла. Значит, магарша в хедуше и агадот добавляет такое, ну, как бы интересное, удивительное примечание. Да. лев ханазу шибэйн ганав лэгазла к этому развлечению между... Да, 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 вот касающееся различие между грабителями. Аганав кивэн шиэра, медин шэль мата, ва иной ра, медин шэль ма ма лэ. Харэйху кофер кофер, да. Кофер, значит, ганав, поскольку он не боится ну, как бы суда наказания низшего и не боится наказания сверху, он а, вор, в смысле, ганав, да, ганав, он не боится наказания снизу и сверху, он кофер, ну, как бы, нарушитель, отрицающий бээш гаха. Ну, проведение, да, так по-русски переводится. Да. В Сахарве он и на Казнограду, и на Казанске свыше. Ну да. А Валя, Казлан? То есть про Ганава понятно, правильно? Да. Он считает, что Всевышнего не накажут, он боится только, что его схватят эти самые хозяева, тогда его накажут. А про Всевышнего он считает, что он его не накажет, что он не видит. Дальше. А Валь Газлан? А Валь Газлан и но Кофер бэхрих. Бэхрах. Необязательно. Да, а он, значит, Газлан не Кофер, не отрицатель, не обязательно. Я думаю, это глагол и но Кофер. Мне кажется. Он не отрицает, но в Копах не обязательно не отрицает. Не обязательно отрицает все это. Шагары, Гам, Медин, Шельматы. Но только как бы наказание снизу. Да. Что тоже того, чего он как бы не... Ну, ему все, Кофер, но и чего он никого не боится. Бэхуш. Бэхуш – это чувство ощущения. Шуруэ бэхуш. Которое он чувствует, наверное. Которое он ощущает. Того, что он чувствует, того он не боится. Ну, он, когда грабит, он понимает, он видит на лице людей. И, в общем, как бы все это вживую происходит. То есть, как бы он боится, что бы того, что видит. Вот так вот. Или наоборот. Да. Поняла. Хорошо. Эла, Шиу, Махши, Фло. Ну, сколько объясняешь Маадив? Маадив. То есть предпочитает. Предпочитает. Однако он, Махши, Фло, он предпочитает Машеу Нискар Бэхзело. Что он, как бы того, то, что он выручит, выручит. Да, что выгода, выгода в его грабеже. Выгода в его грабеже. Она перемешивает. Бэхзело. Ётр ми Машеу Мавсит, бэонэш шэль малэ вэшэль матэ. Да, вот важно, вот мало вэшэль матэ. И того, и другого. Значит, он предпочитает то, что он выручит за грабеж, более чем то, что он, как бы, потеряет в наказании сверху и снизу. То есть выгода ему предпочтительнее, чем наказание, которое может последовать потом за его замызность. Ганав считает, что он, в принципе, не получит сверху оныш. А этот, он делает холодный расчет. И он говорит, да, может быть, что накажут. Или даже накажут. Накажут бы снизу и сверху. Но все-таки я предпочитаю воровать, потому что я верю, что мне выгоды будет больше. Окей. То есть, как бы, ну, грубо говоря, более честный подход. Если можно называть это вообще каким-то честным. Ну, какой-то более прямолинейный, я не знаю. Окей. Дальше. Дальше. Два раф. Айшерим. Шель. Рабан Йоханнен. Бензакай. Да. Мэти кимутану. Да, мэти кимутану. Матти кимутану. Афо. Мэммарэхет. Ай. Йхасим. Шэбэйн адам лэхавэро. Лэммарэхет. Айхасим, шэбэйн адам лэмаком. О. Вот это важно. Значит, прямые слова. Два раф. Прямые слова получаются. Рабана Йоханна Бензакай. Ну, как бы переносят нас. Правильно, переносят. Правильно. Да, даже переносят нас от мэрэхет. Ну, как бы сферы, от сферы, от сферы действия, относящиеся к, ну, к области, где между человеком и ближним. Правильно. К сфере, к сфере, относящиеся к действиям, к человеку, между человеком и Всевышним. Ну, да. Потому что иначе это непонятно. То рата говорит, ну, как бы украл, и все. То есть вещь идет про все, что про отношения между... То есть сначала было написано слово зула, либо бэйн адам лэхавэро. То есть по отношению к ближним. А Рабан Юханан Бензака ввел в чем-то другую перспективу. Он перевел сюда отношения не только на уровне между людьми, а на уровне как бы не на только горизонтальном, но прежде всего на уровне вертикальном. Вот это как бы в этом кидуш дальше. А можно вопрос? Да, конечно. Если применить ту же логику, то, например, нарушение кашрута демонстративно, чтобы люди видели, или тайком. Получается, что если человек тайком нарушает кашрут, это тяжелее, чем если он демонстративно это делает? Смотри, Саша, я что-то могу сказать. Во-первых, я ни в коем случае раввин и отношения к этому не имею. Кроме того, как бы вообще, как бы Катонки минимально понимаю исключительно за счет того, что я внутри этой сферы довольно долго, то я более-менее представляю ситуацию. Не могу ничего говорить существенно и отвечать в свои слова. Но, с другой стороны, вещи очевидны, я повторяю. Очевидно, есть, вот у нас было слово бефорессия, правильно? Форессия – это публично то, что называется по-русски. Значит, с точки зрения нарушений, если человек делает бефорессия, то это на порядок утяжеляет то, что он делает. Есть знаменитое выражение мудрецов, если человек хочет сделать какой-то грех, то лучше ему взять там телегу и прячь его как в Сибири, чтобы его никто не видел, а чтобы его хотя бы никто не видел. Значит, человек публично нарушает. Значит, человек, который... Ну, сейчас, поскольку это, как бы, к сожалению, особо нет, то это не так. Есть такой претендент, что завернулся там в пальто и пошел... Ну да, и куда-то ушел, что не видел. Но это человек... Какое-то нехорошее место, где там нехорошее... Да, но если человек публично что-то нарушает, например, человек, который публично нарушает в субботу, ну, как бы в кругах религиозных, человеку, который нарушает в субботу, да, то его, например, свидетельство в суде там и прочее, оно не принимается. Чего-то человек публично нарушает. Это как бы такая худспа. Окей? Но отсюда... Поэтому это общая постановка. Но то, что ты пытаешься вывести на все остальное, я думаю, вот в рамках нашего обсуждения, вот это как бы общая линия. Бефаресия. И здесь это более-менее как бы понятно. Газлан делает все в Бефаресии, а Ганнаф делает в Тихаря. Но только что здесь как бы это вот пуэнто, что именно здесь-то получается парадоксально наоборот. Сказал... Только здесь исключение. Но той логикой, которая сейчас приведена, ее же тогда можно применить и к нарушению шабата. В общем, мне кажется, эта логика, непонятно, почему она работает здесь и не работает в других случаях. Я понимаю твой вопрос. То есть я как бы понимаю твой вопрос. Здесь получается наоборот. Почему наоборот? Мы можем сейчас начать как бы большой дьюн рассмотрения, но это все-таки не очень входит как бы в рамку наших занятий. Правильно? Запомни свой вопрос. Да нет, нет, нет. Послушай, ты совершенно правильно все задала. Запомни свой вопрос. И как бы, совершенно правильно повтори его, например, на Занятик Мейру Ливену. Там как раз сейчас всякие денежные отношения, имущественные, пятый, десятый, вполне сказать. Либо в другом-другом форуме, который... Почему в данном случае вот эта разница между Ганав и Газлан, это было вот так, да? И то, что он делает все это в Суи, да? Бесеттер. Здесь, наоборот, засчитывается ему как бы в тяжесть. А с другой стороны, мы знаем, что их делает Бефаресе, то, казалось бы, это должно быть хуже. Как бы наоборот. Сейчас ты увидишь, что Ханан пора дальше, но на самом деле как бы, ну, немножко ставит под вопрос эту схему и говорит, что это нельзя так отпразить, от этого Газланова, понятно, что это как бы... Это худспа то, что он делает, понимаешь? Ты как бы наглость вводит, вооруженный грабеж. Но тебе это вопрос, что он справедливый, да? Это получается обратно тому, что мы предполагаем в других случаях, окей? Хорошо? Угу. Ну, хорошо, давайте дальше. Эй, ты читала, Ань? Так, а дам вот эту... Давай мы к последнюю фразу. А им, лора, уй, а я, ширак. Так. Так, я никуда не... Я потерял, где у вас? Вот, вот, красный, я красный. Там, где у меня красная, красная точка. Так, сейчас. Ну, вот этот абзац... Элэши лэ ор зот еш... А, ну, вот давай этот абзац, он ты его не прочитала. Так. Элэши лэ ор зот еш... Лэ... Лэ... Лидгод. Лидгод это обалдевать. То есть как бы... Мадуа, Зухим, Давка, Абаалим, Бэ, Тэшломэй, Кэфэль. Да. Да. Однако в этом свете этого у нас удивление. Ну да. Вопрос. Мы поражаемся. Лучше даже если вы поражаете. Мадуа, Зухим... Почему как бы Зухим... Ну, удостаиваются или получают просто по-простому. Получается, им именно конкретно Абаалим... Ну, хозяева имеют в виду украденного. Ну, хозяева украденного, да. В двойном, в двойном... Да. Почему в случае Ганавы именно Тэшломэй, Кэфэль? А за что двойную эту плату? Гаэм, Лора, Уй. Хая шерак Акэрэн, тушев Лабаалим. Тушав. Вот здесь точка стоит, чтобы мы понимаем, что это тушав. Тушав Лабаалим. В Кэфэль Акэнас. Акназ, да. Акназ, и натэн Лэ Акадош. Лэ Эгдэш. Эгдэш это посвящение. Человек здравый. Это называется Эгдэш. Ну да, в чем вопрос здесь? А им, го, ра, у, я, я. Разве не подобает... Правильно. Почему бы вернуть Шерак Акерин, что только капитар возвращается... Ну, основная сумма возвращается к Валии. Основная сумма возвращается к хозяевам. И в Экефель Акенесе как бы двойной штраф, удвоенный штраф. Ну да. Ну, как бы Акенес. Итен отдается Лэгдэш. Лэгдэш. Ну, посвященствует Задака. То есть, если мы говорим, в случае Ганава, нахносится ущерб кому? Ну, прежде всего, Баалиму у них украли. 100 шекелей, например. Правильно? Почему он должен вернуть 200 шекелей Баалим? Как бы по этому рассуждению, получается, что 100 шекелей должно было быть хозяев. А 100 шекелей он должен был вернуть, как бы, грубо говоря, Всевышним. Что он Всевышнего обидел. Но, тем не менее, а почему Баалим-то вдвойне получает? А им-то за что вдвойне? Окей? Вот это вопрос. Кебетуй? Кебетуй. Кебетуй. Летшува. Калпэй. Ашамэ. Ну да. По выражению или по выражению... Ну, как выражение того, выражение чего? В качестве выражения дшувы по отношению к небесам. Ну да. То есть, одну дшуву он делает по отношению к хозяям, которым он украл, дает ему 100 шекелей, которые он украл. А еще 100 шекелей нужно было бы дать Всевышнему, в виде, например, задахи. Эгдэш. Да, это была бы его, как бы, двойная дшува туда и сюда. И остается вопрос, окей, а почему Баалим получает двойную плату? А им-то за что двойную? Вот это вопрос, окей? Да. Прощаемся к Тимофею? Да, передаем Тимофею, да. Отлично. Так. Вот дальше начинается очень интересный пассаж. Мажбер эмун эврати. Правильно. Кризис общественного доверия, что ли? Правильно. Да. В обществе, чтобы общество могло существовать, должно быть доверие между его членами. А если происходит кризис доверия, то общество разваливается, совершенно не может существовать. Окей? Почитаем. Да. Нир Али и Нитан Ле Ация Дерех Аносепет Ле Баэрек Ла Гафгарат Произди. Ла Гафгарат А Эвдель Бейн Газлан Леганат Да, давайте переведем. Так, видится мне, Представляете, видится правильно, да. Нитан Ле Ация Что можно Да. Для Ация Это Для Ация предлагать. Предлагать. А это предложение. Предложить Дополнительный путь. Да. Да, чтобы объяснить разницу между Грабителем и Уором. Ну да, Эд Ханан Парад Сейчас свое объясняет. Он дает классические объяснения. Сейчас он свое объясняет. Давка. Давка Али Сот Ту Нот Нет, Ид Бон Эн Нот Всматривание Ид Бон Эн Нот Да. Бет Я Бе Маре Хет Якусе Нож О, замечательно. Давка Али Сот Ну вот это вот Авара Объяснение, да. Различие между Ганавом и Газланом Давка Али Сот Именно из Ну вот На основе что ли? Правильно, на основе Всматривание Или Разбора Да Бет Я Нанесение ущерба Правильно, нанесение ущерба Бе Маре Хет Якусе Нож В системе человеческих отношений Системе человеческих отношений Правильно, окей Да Так А Газлан Норек Имн Умнам Бе Али Мут Да У Бе Хозек Яд Правильно Так Газлан Грабитель Да Ноэк Это ведет себя Правильно Управляется Ну да В современном иврите Это тот, который Ведет транспортное средство Ноэк Наак Это Ну, в данном случае Ведет себя Да Амнам Как бы Ну да Действительно Вот этот Газлан Он ведет себя Как Алимут Алимут Это насильственное Скоро Алимут Это насилие У Бе Хозек Яд Ну как бы Силы своей руки То есть Грубо говоря Грабежом Не знаю Ах Иван Шемасав Глуим Да Ах Иван Шемасав Глуим Да Но Поскольку Поскольку Его действия Открыты Правильно Открыты В смысле Видны Да Нетан Нетан Али Некала Некала Я думаю По простому Слово Каль Просто Можно довольно Просто Да Леотро Не составляет Труда Его Леотро Значит Леотро Ну как бы Выследить Определить Атар Вообще говоря Вот это вот очень Какое распространенное слово Атар Современное Сайт Это объект Леотро Это определять Это вообще то что В современном Как бы языке Это Как это Геокоординаты Леотро Это определять И тур Это кого-то Определить То есть Найти На местности Но не Лемцо А А леотро Это в смысле Вот человек Ищут 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 А потом Находят Эти точки Фирма Которая Занимается Тем Что Станавливает Отслежку Например За машинами Называется И туран То есть Она сообщает Человеку Где его Украденное Средство Находится В нашей ситуации Когда Воруют 100% Арабы И тут же Угоняют Боислежащие Эти самые Автономии Все проще Мало помогают Хозяям Но тем не менее Платишь Ну мы позвоним Ночью Сказали Твоя машина Находится В конкурсе Происходит Со всеми Окей Ну вот это Леотро Это в смысле Его найти Обнаружить Ну обнаружить Можно сказать По-русски Дальше В Ле 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 Для его Определения Идентифицировать Леотро Это найти Просто Как бы Схватить А Ле Ле Это в смысле Сказать Кто это Это Моши Хайм И так Дальше Бэло Бэло Лахшот Бэхирим О это Очень важно Бэло Лахшот Бэхирим Не подозревая Других Что ли Других Вот это Очень важно Не подозревая Других Газлан Самый Он действовал В открытую Его Гораздо Проще Отловить Идентифицировать Кто он такой И тогда Нет подозрения На остальных Дальше В Илу В Илу Аганах Усайма Сэммаса Бэсэта Да Увэхах Магнигу Давай может быть Вот до этой До запятой Хорошо Агур Делает Свои дела Скрытно Да Он вам скрытно Этот Его все видели Он просто В наглую пошел И как-то С дробевиком Стал там Я не знаю На как это Большую дорогу На тракты Стал Садь грабить В конце концов Его поймали Окей А этот Делает Втихаря Занимает Время Если его Вообще Как бы Смогут Отловить Окей Увэхах Увэхах Мавиву Лэмагель Мэмагаль Магаль Это Ну Круг Замкнутый Таким образом Приходит Он Приводит Мэви Приводит К широкому Кругу Подозрению Невиновных Ну К ширин В данном случае Как бы Кашерных Невиновных Грубо говоря У кого-то Украли Все начинают Смотреть А кто это Тот сосед Этот сосед Этот сосед Все начинают Другого Подозревать Никто реально Не знает Кто украл И вот Теперь Очень важный Вывод И кризису Доверие Очень тяжел Да Все начинают Другого Подозревать Окей Вот это Вот это Он привел Такую точку Почему Почему Вот еще Ганав Гораздо Тяжелее Чем козла Окей Дворим Эле Дворим Эле Нехоним Микаль Вахомер Легави Роксер Легавей Легавей Роксер Басеттер Давай Да Варим Элен Такие вещи Верны Ну и подобно Этому По принципу От легкого К тяжелому К легкому Тяжелому В смысле По сравнению Или как бы Наподобие Да Да Легавей Тоже В отношении В отношении Роксер Басеттера Убивающего Втихаря Или убивающего Как это по-русски Называется Вылетел У меня Из головы Тайна Тайна Из-за спины Как это было Было еще Такое слово Не втихаря Но по-другому Да Роксер Каль Вахомер Потому что У нас Все-таки Каль Правильно Это имущественное Поражение Кража Нанесение Ущерба Имущественного А не физичество Поэтому Все-таки Кража Это каль А Рецох Это Понятное дело Это хомер Поэтому он Говорит Микаль Вахомер Тем не менее Это похоже На Убийца А вот Из-под тишка Было Или еще Как-то Ну в общем Бесетер То есть Как бы Втайне Не то что Он там На большой дороге Выскачал С ножом На кого-то И не дай Бу Кого-то Убивать А он Бесетер Это сделал И дальше Левикхах Левикхах Магиша Аторам Арур Маке Реу Ба Сетер Ну да Почему именно Басетер И поэтому Подчеркивает Тора Правильно Запрещено Ударять Нет Арур Проклят Арур Это проклят Проклят Ударяющий Ближину Своего Тайна Да Ударяющий Наносящий Поражение Ударяющий В смысле Может быть Даже не просто Удар А удар Все-таки Может быть И убивающий Потому что Здесь сидит Пророцей А не тот Который Просто Ему дал Удар Именно Из-за этого Потому что Непонятно Кто убийца Люди будут Подозревать Друг на друга Нашли с человеками Не дай бог Мертвому Впереду Ну а кто Его убил Можно подумать На любого Начинается Что-что Ничего Не-не Окей Бескоргам Дальше Масы гнива Рецах Гнива Рецах Рецах О Нас Анашин Да Бомистарин Да Да Переведи В общем Действия Убийства А То есть Зребежа Убийства Изнасилования У нас Это изнасилование Да Скрытно Анашин Бомистарин Которые Совершаемые Ну Не знаю Никаких Не могу Ни русское слово Адекватное Добрать Ну не втихаря же А как бы Не ну Скрытно Почему нет Скрытно Да Правильно Скрытно Да Вот скрытно Да Скрытно Да Внутрим Бильти Внутарим Бильти Внутарим Бильти Б И остающимися Нераскрытыми Правильно Бианух Это раскрытие Да Эйна Эйнамрак Иян Леси Курэй Балашим Балашим Да Дедектив Балашим Миртаким Миратким Ну захватывается Миратким В общем Это не только Понятие Они не представляют Интерес Как бы Только для Дедектив Рассказывают Вовлекающих Довлюмина Рассказывают У них есть Серьезный Как бы Социальный Аспект Такая идея Алулим Алулим М В Р Да Эд Есот Ад Есот Ад Есот Эд Коль А Миркам Миркам Ткань А Хевратим Правильно Алулим Это всегда Нос Отрицательное Вот это тоже Интересно С русским По-моему Нет такого Различия На иврите Есть Алулим Или Месугалим Месугаль Это положительное Месугаль Он способен Это сделать Да Ну хотя Может быть Отрицательное Да Может быть Отрицательное Больше всего Все-таки Положительное А вот Алулим Это всегда Отрицательное Например Зе Алум Легамер Каха Каха Это Способно Или имеет Потенциал Закончиться А дальше Будет что-то Отрицательное Алулим Это всегда Отрицательное Алулим МЛР Могут они Расшатать Расшатать Да АДЕСОТ Ну самую Основу Да Всякой Общественной Ткани Ну ткань Или какой-то Если расшатать То основы Как угодно Да Правильно Хевратисоциальную Ткань Да Кедиврей Кедиврей Невуа Мара Араф Хорев Эрафа Хурбан Накануне То есть Эрафа Хурбан Это Накануне Ну хурбан Разрушение Разрушение Храма Разрушение Как говорит Пророчество Горькое Накануне Разрушение Храма Да Да Это Зермия Правильно Правильно Иш Мерео Иш Человек Мерео Иш Амер Опасайся Ну как бы Как бояться Другого Или опасаться Другого Валь Коль Ах Аль Тифтаху И на каждого Брата Каждому брату Не доверяйте Да Ну вот это Как раз Та самая Ситуация Когда все Подозревают Всех Никто никому Не доверяйте Окей Алькен Алькен Руй Аганав Да Шеломей Кефель Кефель Правильно Поэтому Ну Достоин По-русски Это всегда Положительное Правильно Но Заслуживает Мне кажется Подлежит Отрицательное Тоже Может быть Заслуживает По-русски Заслуживает По-моему Может быть Отрицательное Тоже Он заслуживает Двойной Двойной Уплаты В данном Случа Правильно Двойной Уплаты Да Умалеват Ашаббат Акерен Да Леникзаль Ну Никзаль Обворованный Тот Который По отношению Которого Гезель Случно Умалеват Ашаббат Акерен Леникзаль И кроме Возвращения Украденного Тому Копором Правильно Или пострадавшему Можно сказать Да Аллаф Аллаф 500 Давка Уто Агамат Да Вот это вот такое выражение Юридическое Называется Угмат Нефеш Угмат Нефеш Это Поправьте меня Как это правильно сказать По-русски Это моральный Ущерб Моральный Ущерб То есть не физический Ущерб А моральный Да 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 В общем На нем Аллаф Лефацот Да Вкоту Алюгмат Нефеш Что значит Лефацот Возместить По логике Да Компенсировать Возместить Правильно Компенсировать Именно Его В смысле Никзаля Оборону Алюгмат Нефеш Моральный Ущерб Правильно Акфула Акфула Вот это вот Угма Вот это вот Женского Рода Правильно Кфула Я думаю Что это имеет Ввиду К этому Агмат Нефеш Потому что Агма Это Женского Рода То есть у него Как бы двойной Моральный Ущерб Да А почему двойной Шенегрема Ло Шенегрема Ло Бэшель Талумот Талума Тагнева Ну как бы Талума Это загадка Почему Потому что Он делает ТБ Сезар Непонятно Кто украл Поэтому С одной стороны У него есть Вот это вот Талума Тагнева Непонятно Человеку украли Мало того Что у него украли То есть Ну жалко Сто шейки Пропало Он еще и Угма Отновит Потому что Начинает Свою соседу Подозревать Да Алько Альколь Альколь Ашадот Ашадот Да Подозрений Да Шенелав Женельву Летим Да За все Подозрения Которые Сопровождают Ее Кого Ее Ну ее По-видиму Вот это вот Гзела Наверное Гзела Которые Или вот Наверное Все Тугмат Нефиш Сопровождают Ее А нет Гнева Правильно Гнева А кроме того Для всех Ашадот Которые Сопровождают Ее В смысле Эту кражу Летим Иногда Летим Часто Часто Которые Сопровождают Часто Человек Начинает Часто Часто И это Как бы Неприятно Тугмат Он тебе Сегодня был Друг А сейчас Ты говоришь Слушай А кто Украл Ну может быть Это он Меня украл Да Аф Летим Это часто Или иногда Летим Это часто Надир Это редко Летим Это часто От слова Эд Эд Это как бы Сезон Период Время Правильно Поэтому Летим Это часто Аф Клапей Шхина Шхина Умакарав Умакарав Да Даже Соседи Мы знакомы Даже тех людей Которые ему Как бы Близки Ну Соседи Мы знакомы До Кражи С ними Был Вась Вась Замечательно Они жили У них были Отличные отношения А он Кроме того Что Сто Совершенно Нормальная Ситуация Да Он Начинает Завелать А они Начинают Говорить Слушай А что Он на меня Смотрит Так Он Читает Что Я украл Какая сволочь Как он мог Подумать Вот между ними Начинают Что-то другие Как бы Отношения Вот это Самое Угматное Так Объясняет Почему Он должен Заплатить Ему вдвойне Хотя По идее Полагалось Что должен Была Одну Часть Отдать Тому Которую Часть Отдать В виде Возврата Как бы Всевышнего Да А получается Нет Он Украл У него Может Предположить Двойной Ущерб Какой Сейчас Нам Объяснить Окей Все равно Я не поняла Да Можно Я все Освою Нет проблем Если Да Он не знает Кто украл Он подозревает Всех Но на самом деле Пострадавшие Это все вокруг Потому что Их подозревают Так почему Правильно Нет Да 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 Конечно Им всем Не раздаются По 10 шекелей Украл Я имею ввиду Что Было же Высказано Предположение Что Вторую Часть Нужно Всевышнему Пожертвовать Ну да Так это Естественно Или Всевышнему Или накагали Или еще чего-то Но в общем Чтобы Как бы Всем это Компенсировать Почему Ну смотри Ты правильно говоришь Но он как бы Выходит из положения Тем что он Пытается объяснить Почему все-таки Двойная часть Этим самым Барли Двойная Понятно Но вот почему Именно тому А не тем На кого подумали Ну смотри Можно Так как ты сказала В этом тоже есть Как бы свой смысл Свой резон Но он объясняет Это так Что человека Которого Мало того что украли У него как бы Жизнь становится хуже Потому что Он У него испорчено Ему испортили Отношения с соседями Ну вот так То что ты говоришь Соседи тоже Спортят отношения Да это тоже Правильно Но как бы Здесь он является Объектом Понимаешь Главный объект Тот который Пострадал И нам как бы Сейчас показали Что у него Пострадало Не только Как бы Физически То что он Реально потерял Там сумму денег Или у него Какое-то имущество Украли А он еще Морально Пострадал Потому что он Теперь начинает Всех подозревать И жизнь ему Она в общем Стала Совершенно противна Своими соседями И все такое Совершенно частая ситуация Нормальная Абсолютно Так Не знаю На своем собственном Примере И примере других В 80-х годах Когда там были Всякие обыски И людей закладывали И все такое Но вот зачастую Тоже было непонятно Вообще И у меня тоже такое было Это осталось До сегодняшнего дня Совершенно непонятно Кто тебя сдал И кто И все И все Ты начинаешь Другую подозревать Чудовично совершенно Вот это вот Вот это вот Как раз таки Непонятно Когда это происходит В тихаре Окей Ну хорошо Еще Хотите еще прочитаем Или остановимся Или остановимся Давайте остановимся Мне кажется Ну хорошо Давайте остановимся Тогда в общем В следующий раз Мы это С Божьей помощью Пусть Божьей помощью Закончим И может быть Сразу начнем Следующую статью Ну на мой взгляд Очень интересно Хотя опять же Саша совершенно правильно Задавала всякие То есть в Селикане Всякие Саша совершенно правильно Задавала вопросы Более умные люди В смысле В отличие от меня Не вас Более умные люди В отличие от меня Более правильные ответы Но во всяком случае Как бы Понимаешь Это не стопроцентные ответы Как бы И Ханан Парата тоже Он пытается найти Какое-то вот Разумное объяснение Ну в качестве Той логики Мое оправдание Это то что Я физмат-школу кончала Ну да Я ищу дыры Постоянно Да я понимаю Да я понимаю Ну я в качестве Скажем Какого-то Адвоката Ханан Парата Я пытаюсь Как бы Понять Как бы Логику И говорить Понятно Что это не математическое Один к одному А как бы Это попытка Какого-то объяснения Можно привести Стандартно Банальное 70 ликов Тора И так дальше Ну вот Какое-то объяснение В всяком случае Нам это дало Какой-то путь Понимания Почему действительно Такая странная вещь Почему Как бы Канаб В два раза больше Чем ГАЗ-2 Хотя по Наверное Существующим Законодательствам И не так А наоборот За вооруженный Грабеж Человеку полагается Больше Чем кармане Тем не менее Когда речь идет О Если Вооруженный Грабеж То там К сумме Похищено Еще И физический Ущерб Добавляется Ну если он А если нет Просто вынул нож И сказал Слушай Отдавай кошелек Либо жизнь Человек отдал кошелек Вот вооруженный Грабеж Закону Тора Как мы сейчас Почитали Он должен отдать Просто кошелек И все А Ганаб Который пришел Ночью У него из квартиры Увез кошелек Он если его поймает Он должен отдать Два кошелька Почему Потому что Было все объяснение Потому что Он Сначала было Объяснение Мудрецов О том Что он Как бы Делает профанацию Всевышнего Он считает Что Всевышний Не видит А он боится Только тех Кто Тех кто внизу В отличие от Газлана Которые Ему одинаково Наплевать и на первых И на старых Такое объяснение Окей Хорошо Хорошо Спасибо Ну хорошо Все Всем счастливо Спасибо Всего доброго Спасибо Всего доброго Пока Был всех рад Всего доброго Пока Пока